Добрый вечер. И последние дни, и последние матчи, и сейчас уже, наверное, от группы атаки вообще не осталось ничего. То есть мы уже как могли, как-то компоновали вот эту группу отсюда и сложности в игре. Конечно, соперник хорошо организован, дисциплинирован, с качественным давлением, которое на команду любую оказывается. В том числе, вот очень хорошая недавно игра со «Спартаком» была, и ни с кем не пасовали. Но во втором тайме мы начали играть уже более так по счету, более выжидательно, понимая, что мы можем забивать в первую очередь такой ситуации не за счет какой-то сыгранности состава, а за счет быстрых атак, за счет стандартных положений. Ну, в общем-то, так и произошло. Трудная была, конечно, концовка. Последние пять минут пропущенный гол, забитый гол. Ну, это трудно оценивать, потому что голы, которые забиты вот таким образом, как эти два гола, они часто бывают такие немножко больше эмоциональные, чем за счет мастерства. Ну, самое главное, что тут, наверное, надо отметить, это реакция на пропущенный гол, реакция людей, которые хотят побеждать. И в этот момент мы действительно, да, хороший отрезок провели, и за счет того, что у нас наш любимец Зотов вчера был заявлен, и в этот момент оказался на поле, так получилось, что мы, да, этот принесли сами себе три очка. Спасибо. Пожалуйста. Как раз по поводу Зотова, так долго его не заявляли, причины были в том, что вы сомневались в нем, или это технически? Нет, дело технические вещи определенные, вот, мы там, есть у нас там какие-то ситуации, да, и с заявочными местами, и еще кое с чем, да, поэтому, нет, он был все время в команде, он прошел все сборы, но так сложилось, что смогли его подписать только вчера. Здравствуйте, Игорь Витальевич, до Вас сидел здесь Игнашевич, и Сергей Николаевич сказал такое, что футбол несправедлив, и, то есть, счет не по игре. Как на Ваш счет, по Вашему мнению, счет отражает то, что было на поле? Дискуссию можно вести бесконечно, я, как бы, ну, действительно говорю, что у нас не все получилось, и какие-то моменты создавались и соперникам, но и нами. Если мы сейчас общее количество моментов за игру, наверное, посчитаем, прям реальных моментов, а не таких вот давления, подходы, то, наверное, мы не сильно проиграем. Если вообще проиграем, я здесь пока не имею статистику, и поэтому не хочу так глубоко копать, но скажу так, что мы только что играли кубковую игру, и в первом тайме могли рассчитывать на большее, чем 1-0, потом провалили 20 минут второго тайма, счет стал 1-3, дальше мы сделали 3-2, могли 3-3, если Вы вспомните, там были тоже пару моментов. Ну вот футбол такой, да, я не знаю, как это комментировать, я хочу только сказать, что матч с Локомотивом по сравнению с этим все-таки, наверное, еще больше такой, ну, оттенок имеет вот такой, несправедливости футбольной. Не знаю, надеюсь, что все возвращается, все ходит по кругу, и очки по кругу ходят, но прошлый сезон, ну, как бы, стоит у нас очень-очень отдельной строкой, да, в плане фарта. Да. Игорь Витальевич, ну, сначала Вас хочется поздравить с результативной заменой, то есть вот Вы буквально два года на поле уже изменил счет, но вопрос мой немножко вперед забегаю, что касается кубковой игры с Ахматом, есть ли какое-то понимание по составу? Есть. Есть. И по субботе то же самое, да? Еще меньше, но есть, да. Меня все всегда спрашивают про состав. У нас вчера было интервью, у меня сегодня уже их, вот, Ваша третья, наверное. Все хотят состав. Ясно, да, мы еще думаем. Ну, у нас особая любовь, особая любовь к команде, поэтому, естественно, и, конечно же, переживают и болельщики, и зрители, поэтому спрашивают, не помнят, что, допустим, Бейл был удален, почему Бейла нет, у него тоже травма, непонятно, что с Цыпченко, так долго его нет, Ежова, который все тоже очень любят, и тоже с ним полная неясность. Поэтому, в общем-то, болельщиков можно понять, и вы можете представить, что творится на трибунах, обсуждая, где, когда, почему, откуда. Ну, конечно, болельщиков надо понимать, и в этой ситуации максимальную какую-то информацию мы хотим давать. И сейчас у нас на сайте есть и комментарии, там, врачей наших, касаемо этой ситуации. Но говорить полностью состав, понимаете, вот здесь вот на минуту раньше никто протокол не пришлет, чтобы соперник не узнал состав. Поэтому я могу только попереживать, но мне надо делать свою работу, и ситуация с составом, она и так сложная, еще и вот какие-то карты раскрывать, лишний раз вот прям вот там детали там подчеркивать какие-то или указывать. Это очень сложно. Я всех понимаю, но, да, больше меня немножко беспокоит, вот знаете, вот такие люди, которые все знают, все понимают, а потом пишут, почему эти люди играли. Надо было и, ну, условно, людей, которых даже нет в протоколе, ставить. Ну, надо было, да. Еще Зиньковского, Пруцева, да, надо было ставить, я не спорю. Вот, ну, такое тоже прям вот меня спрашивают иногда, вы поймите, да, ситуация, когда мы, ну, в такой профессиональной среде, и вдруг вот вылезают вот такие моменты, вопросы, и если я где-то чуть-чуть так вредничаю, да, ну, я защищаюсь. Тренерам, когда 28 одних и тех же вопросов задают, им тоже непросто. Да. Игорь Витальевич, вот не обратили внимание на то, что именно в этом чемпионате на последних минутах часто меняется ситуация в корне. Сколько голов забивается именно на последних минутах в дополнительное время. И раньше, вот вспоминая предыдущих тренеров, да, иногда пускали, ну, Прибожевича, например, там, 10 минут до конца, и крылья уже все, ясно, что проиграли. Вот. А сейчас все по-другому. И чем отличался всегда английский футбол, потому что они играли до последних минут, и дополнительные минуты иногда меняли результат в корне. Вот именно этот чемпионат почему-то кажется такой же. Как вы на этот счет думаете? Ну, не знаю. Конечно, это совпадение. Знаете, там было такое понятие в Англии, в английском футболе, как Ферги Тайм, когда Манчестер в последние минуты забивал гол. Но, когда мы об этом говорим, его же тоже и английские команды пропускали. Поэтому, ну, тут есть о чем говорить. Воля к победе, она у всех, у всех должна быть. И мы, ну, здесь многое зависит от характера. И надеюсь, что вот такие моменты, да, как вот здесь вот матч с Динамо, сегодняшний момент, ну, такие голы, они будут запоминаться болельщиками. Даже вообще не сомневаюсь, что так и есть. Спасибо всем. Еще раз победу. Всем спасибо. До свидания. Спасибо за поддержку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok